всем привет вчера получила посылочку с сайта iHerb и спешу поделиться с вами видео обзором посылочка в этот раз очень большая где-то 285 долларов стоимость посылки сейчас посылки идут долго я бы сказала больше недели это немножко напрягает не знаю чем связано с новым годом с увеличением клиентов iHerb или с чем но ждать приходится долго вот последнюю посылкой вообще сейчас заказала в понедельник и она до сих пор еще сегодня уже четверг три дня она уже лежит сша что-то ждет не очень приятно вот поэтому рассчитывайте когда заказывайте посылки что продолжительность период доставки стал намного больше так что еще из новшеств стали они ложить какие-то брошюрки iHerb свои брошюрки стал выпускать я не знаю ну конечно не очень удачная первых масочка посмотрите наверное не решили показать как не нужно накладывать маску то есть до такого состояния чтобы она вот так вот трескала вот в общем просто перечислить просто картинки товаров просто цены и их коды то есть никакого описания единственное что насколько они там популярны то сколько у них там отзывов сколько них звездочек и так далее ну хотя бы такая хотя бы такая попытка уже создание брошюрки уже уже радует хотя не знаю зачем интернет-магазину эти брошюрки если там такой колоссальный объем товаров так что же было этой посылки давайте начнем с витаминов мультивитамины на трасс вы лиф макс 3 дейли то есть витамины для увеличения энергии написано что они с футбайс смесью то есть с каким-то натуральными источниками полезных питательных веществ красивая такая упаковочка они там внутри запакованы то есть вы сразу видите что то его никто не скрывал так рекомендуется принимать три таблетки ежедневно лучше с едой вот хватает этой баночки на 30 дней стоимость их 17 долларов 92 цента то есть на месяц 17 долларов что тут по составу широкий спектр конечно витаминов витаминов микроэлементы я смотрю если хилатные формы есть и не очень хорошие в основном хилатные до хилат цитрат неплохо энергетическая смесь я смотрю здесь есть и водоросли и фрукты и овощи неплохие витаминки я бы сказала даже стал хорошие вот цена витаминки детские киркман лапс это мои любимые витамины точнее витамины моих деток здесь 120 жевательных таблеток стоят они 15 долларов 12 центов необходимо принимать по-моему деткам по 2 жевательные таблетки вот но еще зависит конечно от возраста чем ребенок младше тем его и одной хватит я вообще-то детям даю по одной такой витаминки в день но продолжительно то есть мы не курсами пьем а в принципе постоянно особенно в осенне зимний период потому что дети бывают малоешками не хотят кушать там овощи фрукты что-нибудь еще такое полезное поэтому даю ежедневно они очень любят ждут этот момент когда мама даст витаминку они очень вкусные и что очень хорошо они как здесь написано ультра протестированы то есть очищенные протестированы на отсутствие 950 загрязняющих веществ а для деток это очень очень важно чтобы в них не было ничего загрязняющего потому что если они будут загрязнены тяжелыми металлами либо грибками или чем-нибудь ненужным это принесет больше вреда чем пользы дальше подсолнечный лецитин вот как раз компании науфудс в двух разных формах выпуска это жидкий лецитин здесь же он в капсулах 200 капсул стоит 13 долларов 18 центов и жидкий лецитин стоит там около 8 9 долларов значит непонятно какой из них лучше если честно потому что у некоторых детки не хотят принимать жидкий лецитин удобнее давать в капсулах другим неудобно эти капсулы скрывать и выдавливать от лицитин поэтому здесь только методом проб и ошибок потому что детки все разные некоторые умудряются из этого как я почитала в отзывах из жидкого лицитина делать какой-то напиток то есть его добавлять воду размешивают он получается какой-то такой белесый как молоко и дают детям принимать до его одну лицитин конечно очень нужен особенно вот этот подсолнечный лицитин он как раз для детей и для мужчин потому что у них нет фитоэстрогенов сои опять сейчас комментариях посыпется что нету сои там фитоэстрогенов и они не влияют ни на что но все равно деткам все-таки я рекомендую подсолнечный лицитин все равно никакие гормоны и не нужны что здесь написано не гмо и сои как раз оба из них так дозировка одну столовую ложку молоко протеин сок в общем можно добавлять овощной ну для ребенка конечно одна столовая ложка мне кажется это много одну чайную ложку будет вполне достаточно это наверно дозировка для взрослого вот и в капсулах 1 капсула для ребенка будет вполне достаточно взрослым конечно здесь по инструкции сколько две капсулы тоже с едой капсулы довольно большие то есть насколько дети смогут их разжевать либо их придется разрезать так переходим дальше garden of life это у нас исландское масло печени трески с ароматом лимон мята стоит это баночка в которой 236 миллилитров кстати тут же покажу вот эту омегу раз уже пошли по омегам значит омега-3 now foods 200 стоит 7 долларов 94 цента а вот этот кот ливи royal у нас стоит 12 долларов 75 центов деткам кстати очень удобно давать жидком видим плюс у этого очень приятный аромат я своим деткам брала плюс что мне нравится то есть хорошая фирма да и достаточно хорошо и благодаря этим вот натуральным каким-то консервантом но сохраняет надолго свежесть вот хорошее масло хотя говорят что лучше давать все таки именно рыбий жир они из печени рыбный жир который там из мышц рыбы они из печени но я так думаю что все таки вот такой вот именно исландский исландский исландская треска до плюс они ну исландская треска лучший источник омега-3 жирных кислот плюс в составе есть витамин а витамин d то есть натурального источника примерно стопроцентной дозировки деткам это очень важно витамин d и витамин а вот и если мы допустим посмотрим на футс до омега-3 из чего его делают его в основном делают из какой-то такой мелкой рыбешки не самый лучших не самых лучших пород у манчоусы да из анчоусов делает этот омега-3 не знаю мне как-то все-таки для деток кажется лучше брать из трески то есть элитные сорта рыб плюс она в северных морях она там намного качественнее этот омега-3 кислоты намного качественнее дальше давайте пойдем по укреплению иммунитета значит вот такой эсберитокс от энзиматик терапии 100 жевательных таблеток с экстрактом эхиноцеи сухой экстракт 4-9 к 1 индигорут эхиноцея рут и еще какой-то white cedar leaf 19 2 миллиграмма в 6 жевательных таблетках но так понимаю этот препарат необходимо принимать когда начиная при первых признаках простуды взрослым 4-6 таблеток три раза в день дети от 12 лет вернуться к взрослым 7-11 лет 2-3 таблетки три раза в день 4-6 лет одну-две таблетки три раза в день меньше уже нужно консультироваться с врачом ну и тут написано что через четыре дня там все симптомы уже простуды уходят цена этой баночь два коробочки 13 долларов 16 центов я так понимаю там блистеры потому что не похоже что там баночка 13 долларов стоит то есть если мы даже берем взрослому 6 таблеток три раза в день 18 таблеток в день то есть мне кажется такой баночки хватит на одну простуду вот не принимаем эхиноцею для профилактики то есть ее только уже при симптомах потому что она очень сильно стимулирует иммунитет если вы будете его стимулировать на пустом месте когда у вас все хорошо стимулировать ничего не нужно да то вы просто истощить иммунитет поэтому запомните эхиноцею в любом виде мы принимаем только во время болезни при первых симптомах и так далее так animal парад ему на бустеры детские с натуральным тропическим ароматизатором 90 животных я как-то деткам брала эти монобустеры они такие вот виде животных не сильно большие как бы по одной таблетке даешь здесь написано 2 жевательных таблетки 2 жевательных таблетки мелкий шрифт до один раз день что здесь составе витамины а c е стопроцентная дозировка в двух жевательных этих таблетках цинк есть 13 процентов и смесь грейп виноградного сока концентрированном зеленого чая чеснока оливковых листьев и грибов шиитаки и есть лактобактерии ацидофилус один миллиграмм ну как бы хочу сказать что в принципе все вы наверное знаете что при болезни нам очень необходимы витамины именно этого тройка а c е которая создает хороший я бы сказала барьер для всех этих вирусов бактерий вот в принципе неплохие иммунобустеры конечно сидеть им понравится вкус потому что вкус такой на любителя вот но я давала по одной таблетке потому что все-таки даю и мультивитамины во время болезни поэтому чтобы не переборщить с дозировкой витамина а так как он же жирорастворимый так ему на пустер и сказала по моему цену не сказал 10 долларов 80 центов в принципе если одну такую баночку взять мне кажется на всю зиму хватит если не часто конечно болеть так колострома 21 века кстати хочу сказать я вот раньше брала этот колостром и перешла в последний раз взяла колостром от california gold nutrition хочу сказать что все-таки 21 века мне больше нравится колостром эффект от него конечно лучше то есть дети практически вообще не болели я даю по утрам по одной капсуле запивать водой чистой там буквально полстакана им нравится быть как вы понимаете они в капсулах не нарисовано довольно большие капсулы дети называют их пых пыхами в принципе неплохо справляются с ними даже трехлетняя . вот и я пробовала высыпать в ложечку там водой заливать на он конечно не растворяется в воде весь наверху поэтому лучше даже в капсулах 40 процентов иммуноглобулинов содержит чем хорош колостром он практически безвреден и при этом не стимулирует иммунитет да то есть его можно принимать для профилактики а он помогает иммунитету было бороться то есть в кровь поступают иммуноглобулины да извне колостром если вы понимаете это молозиво крупного рогатого скота это то что первое молоко которое выделяется в течение первых двух трех дней у людей кстати тоже выделяется это молозиво и но именно ценно не питательными своими свойствами а именно тем что она несет для иммунитета новорожденного ребенка то есть несет защиту которого уже вы понимаете он только родился он получает значительную порцию новых бактерий каких-то с которыми нужно учиться справляться и вот и мать передает ему первые дни иммунитет с помощью вот этого молозива тут как раз плюс в нем факторы роста вообще супер супер вещество я бы сказал суперфуд вот и деткам действительно она очень хорошо помогает в осенне-зиний период по одной капсуле ежедневно для профилактики простудных заболеваний дальше пойдем по кальцию тоже детский кальций здесь жидкий кальций с магнием натуральный апельсиновый аромат child life 474 миллилитра около 15 с копейками стоит это здесь у них даже какая-то рекламка с их вообще товарами какие у них тут бывают в принципе фирма позиционирует себя как как раз детская детские бады так дозировки для инфантов 6 месяцев 1 год 1 чайная ложка ежедневно 1 3 года 2 чайных ложки 1 столовая ложка для 4 8 лет и для 9 12 2 столовых ложки в одной столовой ложке 15 миллилитров содержится сколько у нас кальция цитрата 252 миллиграмма вот магнезии магния от стратного тоже 115 миллиграмм цинк цитратные 2 миллиграмма и витамин d 100 и у в принципе кальций неплохой все детки не хотят жевательные какие-то формы вот например у меня здесь есть жевательная форма тоже от натурас плюс какие монобустеры animal парад 90 жевательных таких животных с ванильным ароматом кальций здесь аминоат комплекс 250 миллиграмм в двух двух животных и тоже аминокислоты магний 50 миллиграмм то есть 5 к 1 пропорция магния и кальция так этот кальций у нас стоит 10 долларов это 15 это 10 в принципе насколько здесь хватает этого если по столовой ложке то на 32 ну в принципе этот получается дороже но форма в в общем кому что нравится кому нравится жевать кому нравится жидкий кальций я думаю приятного вкуса распозиционирован как детский кальций пробиотики cultural kids пробиотик это достаточно дорогой 26 долларов 72 цента за 30 таблеток в таблетках здесь жевательных одну в день необходимо принимать что здесь идет по составу лактобациллы жжи 5 миллиардов одной таблетки ну неплохо я так понимаю он стабилизированный не нужно хранение в холодильнике рекомендован педиатрами да рекоменд сохраняет свою даже сохраняет свою активность без холодильника здесь написано ну наверное хороший пробиотик пробиотик я так думаю раз такая цена практически по 1 доллару за одну таблетку честно говоря не брала это пробиотики для кого дорого есть вот такой вот вариант он конечно в капсулах здесь уже не жевательные таблетки но мои дети отлично с ними справляются тоже здесь 5 миллиардов бактерий в одной капсуле 8 штаммов 5 лактобактерий и 3 бифидобактерии 3 доллара полная цена вот такого пробника но он конечно дает хорошую скидку на доставку и выходит где-то доллар с копейками за за 10 капсул то есть купила вот те же самые 30 капсул 90 ой 9 долларов вот ну 9 долларов если учесть скидку на доставку то где-то около 4 долларов вышла цена даже выгоднее чем брать упаковку на 60 таблеток так что еще здесь сироп от кашля компания из арбис натурал 118 миллилитров здесь медом манука он идет это манука черный мед темный мед значит в одной чайной ложке 6,3 грамма английская ивы не знаю кто такая ива английская ива листья 38 миллиграмм экстракт грифрутовых косточек 38 миллиграмм и мелатонин 0,5 миллиграмм чтобы ребенок лучше спал в общем эта компания себя позиционирует как натуральные какие-то сиропы на основе меда то есть для детишек очень часто у них с мелатонином они идут для того чтобы ребенок лучше спал то есть мелатонин запускает помимо того что ребенок усыпает засыпает вовремя он запускает и процессы восстановления кстати во время болезни очень важно ложиться спать вовремя допустим детям вообще там 8-9 часов для того чтобы у него запускались все эти процессы восстановительные иммунные и когда ребенок спит он конечно лучше выздоравливает и взрослые тоже поэтому и говорят что время болезни то нужно брать больничный дома лежать отсыпаться да и не иметь проблем со здоровьем так гинкобилоба два разных производителя доктор бест и натурал фактор кстати у меня в прошлый раз вот девочка брала доктор бест гинкобилоба она говорит что она не очень надеялась на результат но говорит что результат ее поразил то есть мысли стали более яснее усилил усилилась умственная активность 120 капсул стоит 7 долларов с копейками там 80 центов где-то то есть по одной таблетке в день потому что здесь 120 миллиграмм этого экстракта гинкобилоба в одной капсуле то есть это дозировка для взрослого поэтому можете брать смело этот гинка проверим клиентами что работает что он делает вообще гинка почему он его использует для умственной активности потому что он разжижает кровь усиливает кровообращение да и тем самым мозг снабжается кислородом намного лучше и становится умственная активность тоже намного лучше значит здесь гинкобилоба уже 60 капсул от Natural Factor цена практически такая же 7 долларов ну до 8 долларов здесь уже 60 миллиграмм в одной капсуле девочка посоветовала посоветовалась со мной подобрать и попросила ей что-то для ребенка все-таки для ребенка мне кажется лучше им выписал кстати врач гинкобилоба ребенку хотя я считаю что детям гинкобилоба можно и не принимать для профилактики особенно но если уже назначение врача то конечно да врач им тоже выписал дозировки 120 миллиграмм но все-таки я посоветовала взять 60 миллиграмм для того чтобы можно было начать с меньшей дозировки да и посмотреть на реакцию ребенка то есть если он будет слишком активный то не думаю что там будет какая-то польза ну и можно будет с врачом да посоветоваться что вот от меньшей дозировки у него уже идет какая-то активность плюс мне нравится эта фирма это канадский производитель он достаточно канадские вообще производители они очень серьезно относятся к качеству своей продукции не только бадов но и всего остального поэтому хоть типа получается всего лишь на 30 дней да баночка если по сравнению с доктором пестом на 4 месяца цена одинаковая но качество все-таки натурал факторс можно сказать проверенное так компания солгар жевательный витамин c 500 миллиграмм с 90 здесь жевательных таблеток здесь с ароматом малины я так понимаю так там таблетки ну таблетки такого среднего размера в принципе жевательные глотать их не нужно это хорошо стоят они не нахожу сколько они стоят 11 долларов 55 центов в принципе здесь не вариант это не эстер c но здесь есть экстракт ацерола 10 миллиграмм есть экстракт фрукты шиповника в общем плоды шиповника 4 миллиграмма вот витамин c в виде содиум аскорбат аскорб аскорбиновая кислота и кальцием аскорбат вот принимать одну таблетку разжевывая до двух раз в день то есть дозировка до 1000 миллиграмм для взрослого ребенку я бы сказала давать вообще пол таблетки жевательные 250 250 миллиграмм для ребенка будет более чем достаточно взрослому тоже 500 миллиграмм в день без болезни это вполне достаточно и лучше конечно делить таблетку на две части одну принимать утром другую вечером чтобы по 250 миллиграмм потому что он все таки потребность практически постоянно дойдет у организма но мы выпили утром она лишняя потому что вышла с мочой больше она не усвоится чем она может вот и в итоге мы получили что утром мы израсходовали весь витамин С а вечером нам не хватило вот поэтому лучше делить так better stevia от нам foods с ароматом французской ванили я брала раньше в форме пакетиков очень мне нравился аромат сейчас решила взять в жидком виде чем мне нравится то что здесь натуральная ваниль но внимательно здесь 12 процентов алкоголя но так как тут дозировки идут в капельках то вообще stevia это вообще самый натуральный 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 подсластитель самый безопасный плюс его можно принимать диабетиком он даже стимулирует работу поджелудочной железы вот ну и худеющим это конечно незаменимый препарат так кислая вишня это для по-моему для мочевыделительной системы три капсулы ежедневно девочка как-то у меня уже ее брала 15 долларов по-моему стоит за такая или 16 долларов такая одна баночка брала у меня уже по-моему ребенку вот честно говоря не знаю ну раз уже заказ за второй раз наверное помогает не написано здесь что для чего в принципе ну я так понимаю что для мочевыделительной системы это профилактика так вот такие конфетки органические леденцы 50 леденцов 7 долларов 5 долларов 70 центов простите значит 50 конфеток на палочек ну и конечно на любителя потому что очень концентрированный вкус но зато можно сказать натуральные я брала маленькую упаковку детям кстати не очень понравилось поэтому уже не беру крем-азелик дневной лосьон как я уже говорила очень хорошо снижает цену доставки где-то на 9-10 долларов вот хороший состав я им пользуюсь все собираюсь снять видео все линейки этой линейки этой серии товаров с азелаиновой кислотой но вдохновения пока нет будем ждать крем действительно очень хороший пользуюсь и ночным и дневным и маской с глиной и скрабирующим этим полирующим в общем полирующей пастой для лица вообще чудесная конечно серия очень удачная поэтому хоть и цена в общем большая 19 долларов полная цена но при том что доставка существенно снижается это очень хорошо так и экстракт прополиса около 10 долларов эта баночка стоит натурасансовая так 2 миллилитра это дозировка и задержится в нем экстракта 2 грамма экстракта прополиса вот ну не знаю для каких целей вообще принимают прополис наверное там что-то есть да какие-то борьба с какими-то вирусами я так понимаю во время болезни там вообще рекомендуют прополис жевать но я как-то кстати его жевала натуральный прополис и сожгла себе язык поэтому больше не жую и не знаю стоит не стоит принимать прополис вовнутрь так все а нет не все вот еще последняя вот такая вот баночка назальный спрей для детей с что здесь написано вот значит от насморка быстро действует очищает пазухи в составе очищенная вода так селитол солевой раствор экстракт грифрутовых косточек отлично натуральный природный антибиотик цена такой баночки 5 долларов с копейками 22 миллилитра вот тоже заказала девочка для ребенка все на этом все всем спасибо за внимание обязательно подписываемся на канал комментируем в одноклассниках вконтакте можете меня найти могу с вами там поговорить о наболевших темах обсудить что-нибудь что-нибудь посоветовать в меру моих сил все всем спасибо за внимание пока пока